Совместная выставка наших земляков Виталия и Ксении Мироновых проходит в четвертый раз. Работы народного художника России и его дочери выставлялись в Рязани, Малоярославце, Боровске. В Видном подобная экспозиция представлена впервые. Живопись, эскизные и тюдные работы в графике и рисунке. Сразу трудно распознать автора картины, все они выполнены в едином стиле. Но пять работ определенно принадлежат кисти Ксении, роспись по ткани. Как признается молодая художница, ей близки абсолютно все виды искусства. Но батик занимает особое место. Любимая картина, выполненная в этой технике – колокольчики. Я сделала сначала интересный набросок с совершенно натуральных цветов, как обычно работают художники прикладного искусства. А затем я исполнила работу в горячем батике. А вот у Виталия все работы, как дети, одинаково любимы. Большинство из них написано в старинном русском городке, в Боровске. Это удивительное место, где у нас дом, где у нас мастерская с ней. И мы в этой мастерской работаем с упоением. Первая зелень, золотая осень – ну все, все это наше. Боровск, Малоярославец, а рядом знакомая. Суханово – водонапорная башня в Видном. Обаянию русской провинции поддались первые посетители выставки. Я не знала, что у нас есть такие художники. Обычно я иду в Третьяковку, шила, шагала, на что местные. Это вообще изумительная красота. Ученики Ксении Мироновой, а она преподаватель детской школы искусств, смотрели на работы художников по-другому. Оценивали, учились, перенимали мастерство. Картину нарисовала наша преподавательница по рисованию. Очень красиво подобраны цвета у этой картины. Если смотреть вблизи, то это просто мазки. Но если отойти, то мы увидим настоящую вот эту вот. Это просто вот видишь перед собой, в окно смотришь, то же самое. Если мы будем вот такие выставки проводить, это будет намного лучше, чем будем объяснять год, полгода, как рисовать или как кисть держать. Увидят, поймут, заинтересуются, пойдут дальше. Работы Ксении Мироновой известны уже любителям искусства. Некоторые из картин Виталия Миронова являются собственностью музеев России. Многие хранятся в частных коллекциях за рубежом. Прикоснуться к прекрасному, взглянуть на мир глазами земляков смогут и видновчане. Выставка открыта для всех желающих. Татьяна Акимова, Алексей Ильин, Видное ТВ.